Передавая опыт коллегам, 10 лет спустя, какой будет новая портовая улица? Первый день заселения в общежитие КФУ. Всем привет! Уфери Универ Ньюса в студии Елизаветы Никитина. Выпускник Инженерного института Казанского федерального университета Ильфат Тимирбаев стал одним из победителей конкурса «Студенческий стартап». Он получит 1 миллион рублей на реализацию своего проекта «Изготовление нейрофильтров медицинского назначения» на основе технологии электроспиннинга. Планируется, что благодаря разработке продукт будет изготавливаться из отечественного сырья, а его стоимость будет значительно ниже в сравнении с импортными аналогами. В настоящее время на российском рынке наблюдается дефицит нейрофильтров из-за отсутствия аналогов. 23-я международная конференция по термодинамике в России продолжается. В рамках пленарных сессий со своими докладами выступили ученые Казанского федерального университета. Как зарождались первые российские исследования в области химической термодинамики, узнаете в следующем сюжете. Третий день международной конференции по химической термодинамике в России начался в императорском зале Казанского федерального университета. В рамках программы этого дня первые пленарные сессии посвящены работам ученых из местных лабораторий. Вы знаете, конечно, мы ждем сегодня доклад Бориса Николаевича Соломонова, потому что его знакомство, по крайней мере, мое знакомство с ним, говорит, что это человек очень высоких достоинств, ума, и он как организатор великолепен. Поэтому я сейчас с удовольствием хочу послушать его доклад. А, конечно же, на открытии конференции были интересные доклады наших коллег. Те доклады, которые прошли в онлайн-режиме, тоже были интересными. Поэтому я так думаю, что конференция состоялась и в этом смысле как содержательное мероприятие научное. Область сельватации, процессы электростатического взаимодействия растворенного вещества и растворителя до определенного момента практически никак не изучалась. Этот вопрос не давал покоя казанским ученым. Ими была поставлена новая точка отсчета в истории российской химической термодинамики. Ученые разработали схему исследования непосредственно самой сельватации и ее термодинамики. Сегодня будут доклады, насколько я понимаю, казанских ученых, посвященные, в частности, сверху истериклорометрии. Это абсолютно новый метод. Уникален метод еще и тем, что впервые в России, именно в Казанском университете, была создана лаборатория профессора Мшик, который фактически новый метод пришел в Россию при создании этой лаборатории. Лаборатория очень хорошо оснащена. Я думаю, что ученые, которые участвуют в конференции, с удовольствием посетят потом лабораторию. Борис Николаевич на всех пригласил. Исследования профессора Соломонова раскрыли новые, неизведанные грани химической термодинамики. Во многом благодаря этому сейчас Казанский федеральный университет является ведущим центром России в области химической термодинамики. В рамках пленарной сессии третьего дня конференции со своим докладом по сверхбыстрой калометрии выступил кандидат химических наук Тимур Мухамедзянов. Помимо этого, кандидатом химических наук Михаилом Варфоломеевым была затронута тема хранения природного газа. Проведение конференции в Казани это очень хорошее решение, потому что город прекрасный, традиции химической, химико-технологической науки тоже очень впечатляющие результаты. Поэтому я думаю, что конференция состоялась, ну и будет скоро закрытие. Я думаю, что мы примем правильные решения, которые нацелят нас на дальнейшую работу. До закрытия конференции осталось два дня. За это время более трехсот участников мероприятия смогут обменяться опытом, чтобы в дальнейшем использовать наработки коллег для разработки новых, более совершенных технологий. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Никита Акиншин и Хафиз Гараев. Универньюс. В Казани в ближайшее время будет преобразована улица Портовая. О том, какой ее видят архитекторы и в чем заключается план застройки, расскажет Карина Саяхова. Казань является самым крупным портом на левом берегу реки Волги и самым значительным городом Поволжьем. А это значит, что для столицы Татарстана выход к воде – самая большая ценность. Именно поэтому застройка промышленной зоны на улице Портовой станет любимой частью города. 22 августа мэр Казани Эльс Сурмедшин на деловом понедельнике в исполкоме рассказал о проекте комплексного развития территории по улице Портовой. Невзрачную рабочую зону ждет масштабное преобразование. Появится жилая застройка, офисы и благоустроенные территории. На данный момент готовится разрешение на застройку первого участка площадью 6 гектар. По словам главного архитектора Казани Эльсияр Тухватулиной, суть проекта сводится к преобразованию портовой зоны Казани, где идет перевалка строительных грузов и зерна в элитную жилую застройку с выходом на Волгу. Мастер-план комплексного развития территории охватывает 287 гектар. Планируется построить полтора миллиона квадратных метров жилья и миллион триста квадратных метров коммерческих помещений, а также построить набережную протяженностью 12 километров. На освоение плана отводится 10 лет. На мой взгляд, это будет такая комбинированная застройка. Обязательно там должна появиться общественная функция. Это развитая набережная, это будет, я думаю, разный тип жилья. Это гостиницы, это многоквартирные жилые дома, это дома типа апартаментов. И, собственно, город получит уникальную для Казани такую среду, где, я надеюсь, она будет пешеходной исключительно, выходящей на набережную, с выходом в рестораны, в магазины. Какие-то особенные функции, которые могут располагаться рядом с водой. Казань на сегодняшний день такой территории не имеет. К разработке проекта привлечены ведущие архитекторы, в их числе Александр Цемайл и Николай Лишенко, которые признаны архитекторами 2022 года по версии Арх Москвы. Специалисты обещают сохранить идентичность речного порта и национальный колорит города для того, чтобы абсолютно каждому было понятно. Это Казань, а не Амстердам, Лондон, Москва и Санкт-Петербург. Мэр столицы Татарстана отметил, что это первая практика в таком большом масштабном строительстве. Эксперты подробно изучали мировой опыт и сделали вывод, что каждый квартал улицы Портовой будут разрабатывать разные архитекторы, чтобы была представлена вся палитра творческой мысли. Сама тенденция, то что так или иначе архитекторы с международным именем участвуют в проектах даже, конечно, Казань это дает некий свой толчок для развития. Если же подобные объекты появятся, то это уже становится неким импульсом для привлечения интереса к городу. Что касается то, что разные архитекторы будут застраивать несколько кварталов, это, на мой взгляд, очень позитивно. Среда будет интересная, она будет сложная и, собственно, будет так или иначе напоминать среду исторического города, где масштабность, она более приближена к человеку, детализация фасадов. Так что я считаю, это, в общем-то, плюс, главное, чтобы это все реализовалось. Что касается транспортной развязки, то тут все просто. К речпорту будут ходить автобусы, трамваи и даже метро. В верхней и нижней части территории в будущем должны появиться две станции подземного транспорта. Также будут организованы два транспортно-пересадочных узла. Так как прогулочные зоны и набережные будут доступны для всех горожан, а не только для жильцов новых ЖК, то мастер-план включает в себя строительство и нескольких больших паркингов. Все будет заселяться и будет необходимость транспортного обслуживания данных территорий. То есть, соответственно, нужно будет также оптимизировать маршрутную сеть городского транспорта. В принципе, сейчас в городе данная работа как раз-таки ведется. По генеральному плану там планируется связать два берега вот этих мостом. То есть это тоже инженерное сооружение. И, соответственно, по нему может даже запустить какой-то туристический, может быть, даже экологически чистый маршрут. Это электробусы сейчас модные, да? История, безусловно, дорогая и долгая. Реализация проекта требует крупных финансовых вложений и продолжительной усердной работы. Однако, по мнению экспертов, это того стоит. Карина Саяхова, Никита Киншин, Универньюс. 24 августа в Казанском университете стартовало заселение иногородних студентов-первокурсников. О том, как это было и студенты каких институтов заселились первыми, расскажет наш корреспондент. Стартовало заселение в общежитие Казанского университета. Первыми к долгожданной встрече с новым домом прибыли студенты Института международных отношений, Института психологии и образования, Института фундаментальной медицины и биологии. Все очень хорошо сделано. Я очень приятно удивлена тем, как все организовано. Я мечтала жить в деревне универсиада. Это очень хорошее общежитие и потрясающая территория. Сами комнаты в общежитии. Я очень рада. Я хотела жить в деревне универсиада. Я буду учиться в Институте психологии и образования. Я нашла у себя попутчицу, которая тоже учится со мной в Институте психологии и образования. Я очень рада, что попала в деревню универсиады и жду хороших впечатлений. Очень довольны условиями. Нас здесь встретили хорошо, все объяснили, все понятно. В принципе, все в порядке. Спасибо большое организаторам и руководителям этого университета. Перед заселением в общежитие для студентов КСК КФУ Уникс провели инструктаж по правилам внутреннего распорядка и техники безопасности. Всех студентов обслуживает студенческая поликлиника. То есть, если вы, не дай бог, заболели, чувствуете себя не очень хорошо, можно туда обратиться. Далее ребята отправились по общежитиям. Наша съемочная группа отправила следом и воочию увидела, какие апартаменты приготовили студентам в деревню универсиады. Студентка Института международных отношений Аделина Галимзянова приехала учиться в Казанский университет из города Агрыз. В Казани она впервые мечтала поступить именно в КФУ седьмого класса. Я очень рада, что я попала именно в деревню универсиады. Я посмотрела комнаты и персонал здесь приветливый. Мне нравится деревня универсиада тем, что здесь санузел и кухня на одну комнату. Тем самым мне не нужно будет ходить по коридору и место для меня будет уютным, как у дома. Кроме того, я здесь посмотрела, есть очень много домов, значит много студентов и много новых друзей и знакомых. На самом деле я думала, что все заселение займет очень много часов, я в Казани буду до вечера. А на самом деле я приехала к 8 утра, инструктаж у нас был до 10, потом я сразу вызвала такси и приехала сюда. Процедура заселения пройдет с 24 по 29 и 31 августа. С подробными правилами заселения, графиком, списком студентов и необходимыми документами можно ознакомиться на сайте КФУ. А если у вас возникли вопросы по заселению, можно обратиться в отдел организации заселения и внеучебной работы в общежитиях департамента по молодежной политике, позвонив по номеру, который вы видите у себя на экране – 8 843 590 82 81. Елизавета Никитина, Александр Кузнецов, Универньюз. На этом все. В студии была Елизавета Никитина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»